Россия собирается летать на Луну и к Марсу. Это реально, считают специалисты, если орбитальная станция будет не только научной лабораторией, но и промышленным комплексом для сборки кораблей и стартовой площадкой для полетов к другим планетам. РКК «Энергия» вносит предложение о том, чтобы Международная космическая станция стала постоянно действующим искусственным спутником Земли. И сегодня так мы технически оформляем решение, которое позволит нам ее никогда не затапливать. Россия, впрочем, уже планирует полеты с орбитальной станции к Луне. Корабли на лунную орбиту будут доставлять специальные разгонные блоки. Они уже есть. Корабль с экипажем может облететь вокруг спутника Земли и вернуться на станцию. А между лунной орбитой и МКС будет курсировать космический буксир, перевозя грузы. Лунная программа на самом деле не ограничивается одним облетом с участием туристов. Планы более амбициозны. Сначала облет, потом высадка модуля, потом и космонавтов. Наконец, строительство станции на Луне для промышленной разработки. Например, добыча гелия-3 перспективного топлива в чистом виде. Это в планах. Что реально сегодня? У России есть корабль «Союз» и грузовик «Прогресс», который стабильно доставляет на станцию и грузы, и всех космонавтов, и астронавтов. Иностранцев за деньги, теперь и американцев. Восстановить флот шаттлов, которые по плану должны регулярно летать до 2010 года, пока не получается. Конечно, Америка постарается выполнить свои обязательства по доставке европейского и японского модулей МКС. Но шаттлы отработали свое, и НАСА срочно разрабатывает новый корабль. Да, мы действительно разрабатываем новый пилотируемый корабль, на котором будем летать не только на МКС, но и собираемся вернуться на Луну. У России, как известно, есть проект нового корабля «Клипер». Он будет запускаться, как и «Союз», на одноразовой ракете-носителя, надежной и дешевой. Может перевозить грузы и шесть человек. Четверо из них, кстати, могут быть туристами. А на Землю «Клипер» может возвращаться как орбитальный самолет, приземляясь на посадочную полосу, или на парашюте. Готовится две версии. Американцы сегодня понимают реальную конкуренцию нашего проекта, и, с моей точки зрения, заказывая нам полеты на кораблях «Союз» американских странах до 2012-2011 года, по сути, они экономят на полетах шаттла, чтобы эти деньги вложить в свою новую разработку. Кто первым сделает новый корабль, тот и заберет существенную долю космического рынка. А уже сегодня ясно, что промышленная разработка космоса даст прибыль соизмеримую, с эффективностью вложений в выгодные наземные проекты. Ольга Пастухова, Дмитрий Остальский, Антон Косимович, Вести.